Привет, друзья! Вы смотрите канал «Успешная миграция» с Еленой Вивас. И сегодня я с вами бы хотела поговорить на тему, которую подсказали вы мне в комментариях под моим видео. Это тема «Легко ли найти друзей в эмиграции?». Это, конечно, тема, которая волнует очень многих людей, поскольку, когда люди собираются в эмиграцию, один из вопросов, который их волнует, ну вот мы покидаем родину там, где у нас много друзей, родственников, весь этот социум, который вы нарабатывали в течение жизни, и а как оно будет там, когда мы приедем на новое место? Везде же пишут, говорят, что а кому мы там нужны? Вот. И поэтому вот эта вот тема «Сможет ли эмигрант влиться в новое общество?» «Сможет ли он здесь найти друзей?» «Сможет ли социализироваться?» Один из таких вопросов, который волнует, естественно, очень многих. Особенно если вот не было, да, такой практики переезда, в том числе в другой город на территории своей страны, или там смены района и так далее. Что я вам хочу сказать по этому вопросу? Естественно, я буду говорить из собственной практики, да. Понятно, что мне на первоначальном этапе было достаточно легко, поскольку я приехала в семью, я влилась в эту семью, и друзья семьи стали и моими друзьями. Но прошло не так уж много времени, когда уже я начала обрастать своими контактами, своими друзьями, естественно, среди испаноговорящих, да, среди местных жителей, поскольку в первый год у меня был неудачный опыт контакта и дружбы с русскими подругами, после которых эту тему я для себя закрыла надолго. А как я находила друзей, как я обрастала своими связями? Да, очень просто. Я просто вела достаточно активную социальную жизнь. Я работала, да, и очень многие друзья, которые у меня есть по всей территории Испании, с кем мы созваниваемся, переписываемся, встречаемся в основном, конечно, по работе, но всегда достаточно тёплые отношения у меня практически со всеми, с кем я сотрудничаю по работе, да, я катаюсь со своими турами по всей Испании, поэтому и обзавожусь контактами с друзьями по всей Испании. И вообще не вижу в этом никаких проблем, поскольку испанцы, народ достаточно дружелюбный. Вот, как же обзавестись с друзьями, если вы только приехали и пока ещё не работаете, или работаете на удалёнке, да вообще нет проблем, идите в бар, возьмите бокальчик вина и общайтесь с теми, кто вокруг вас. Кто-то не захочется общаться, да, кто-то приходит в бар тоже для борьбы со своим одиночеством. Среди испанцев тоже очень много одиноких людей, и поэтому вот эта социальная жизнь для испанцев, она очень важна. Они идут в бары в том числе, чтобы общаться, чтобы побороть вот это вот одиночество. Если вы не пьёте, да, ради бога, идите в спортивный зал, возьмите годовой абонемент в какой-нибудь хороший спортивный зал и ходите туда регулярно, находите там среди других себе друзей, знакомых. В принципе, это, знаете, такой вопрос, который во многом зависит от вас. Если вы активны, если вы общительны, то найти друзей не проблема ни на родине, ни в новой стране, да, куда бы вы ни переехали, там просто даже если эмиграция своего города в другой город на территории своей страны. Но если вы человек замкнутый, если вы не можете обзавестись новыми друзьями даже на территории своей страны, а с людьми, с которыми у вас одинаковый менталитет, с людьми, с которыми вы общаетесь на родном языке, вам трудно, то, скорее всего, но не факт, что, может быть, да, вам будет трудно найти друзей в Испании. Как еще? Какие есть пути, чтобы обзавестись вокруг себя, друзьями, социумом? Очень многие эмигранты, вот я вижу, они идут работать волонтерами, да, потому что есть те, кому не нужно искать работу, выходить на работу, общения хочется, хочется социума. Ну, в таких случаях люди идут в волонтерские программы, различные волонтерские программы, общаются. Подтягивают заодно свой язык и обзаводятся новыми знакомыми. Ходить на различные мероприятия. Ну, понятно, сейчас у нас карантин, слишком много не походишь, но это же не бесконечно. В принципе, сейчас, вот видите, я вышла здесь на солнышке погреться, сразу вам видео решила записать. Много людей. При желании всегда можно среди них найти и те, с кем у вас сложатся отношения. Кстати, вот сейчас перед этим видео записывала другое на террасе одного кафе. И когда я уже видео записала, сложила все свои инструменты в чемоданчик, ко мне подошла девушка. Ей стало интересно то, чем я занимаюсь, о чем мой блог «Испанка». Мы с ней познакомились. Она, оказывается, тоже работает в туризме. В Корпенглес, в Яхэс, да, это туристическая компания достаточно высокого уровня. Обменялись контактами, будем общаться дальше, посмотрим, только ли по работе, возможно, и друзьями станет. То есть проблем обзавестись друзьями при желании абсолютно не вижу никаких проблем. Так что все в ваших руках, и все зависит абсолютно от вас. Тем более 21 век на дворе. Господи, в интернете, знакомьтесь, есть группы, да, по городу, например, там, жители Сан-Себастьяна, где общаются. Но общайтесь вы там, пишите что-то интересное, интересные комментарии найдете в Инстаграме. Не знаю, где там еще, да где угодно в соцсетях. Даже есть сайты знакомств, на которых не обязательно искать женихов и невест. Просто обозначьте, что вы ищете друзей, что вы иностранец, здесь живете. И вам интересно было бы общаться с местными. И, видите, люди не от хорошей жизни, да, там, торчат на этих сайтах знакомств. Очень многим также не хватает общения. Очень многих мочает одиночество, и они рады даже будут просто друзьям, новым друзьям. Так что, кто ищет, тот всегда находит. И вообще в этом плане не вижу абсолютно никаких проблем. Вот, пишите там у меня в комментариях, если вы уже в эмиграции, как у вас складывалась эта тема. Быстро ли вы обзавелись друзьями, да, только когда будете писать свой опыт, обязательно обозначьте, в какой стране вы живете. Потому что тут тоже нужно понимать, что менталитет по странам, он разный. И вполне возможно, что не во всех странах это все так гладко. И я с удовольствием почитаю ваши комментарии, ваше мнение. Ну и, как всегда, не забывайте подписаться на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых выпусках. И всем пока-пока, и всем успешной эмиграции. С вами была ваша Елена Вивас. Всех люблю. С вами был Игорь Негода.